Привет, друзья! Снова с вами я. И вот хочу вам показать, вот посмотрите, это у нас уже начинается цветение. Январь месяц. Представляете? Уже зацветает кое-что. Но сегодня речь у нас пойдет не о цветах, а сегодня по многочисленным запросам. И я хочу вам рассказать про работу в Англии, как можно найти работу, как люди ее ищут и, в общем, какие зарплаты, потому что вы знаете, вот я тут показывала ролик, который у меня просто засыпали вопросами, как бедные живут в Англии. И вот этот уровень жизни у англичан, вы знаете, он настолько разный, что как-то вот даже трудно сразу сориентироваться. Ну, я попробую, знаете, с чего начну? Я начну вот с того, какие у них зарплаты здесь бывают в Англии от минимальных, средних и самые высокие. вот эта лаванда их замечательная. Ну, в общем, надо сказать, во-первых, что у них, конечно, немножко по-другому начистывается зарплата. и, как я уже говорила, она идет не по-месячно, как у нас, она идет по неделям, week. И вот на сегодняшний день самая минимальная оплата по-часовая здесь 7,50 фунтов в час. И вроде бы, если так посмотреть, то вроде получается и неплохо, при том, учитывая, что это минимальная, да? Ну, вот смотрите, если мы посчитаем, допустим, 7,50 в час, 8 часов в день работает человек, ну, или 40 часов в неделю, да? 5,8,40. Значит, получается, что 7,50 на 40, то есть это получается, если человек работает полный день, то у него получается 300 фунтов в неделю, довольно-таки неплохо, или 1200 фунтов в месяц, что, в общем-то, как бы и ладно называется, да? Ну, хорошо. 15 тысяч, 14,5 даже в год. Вот, как я вам говорила, это вот самая минималка вот такая вот. Вот она у нас и вышла. Но тут есть такие нюансы, друзья мои, что вот даже вот на эту вот минимальную часовую ставку, 7,50 в час, это самая, как вы понимаете, работа такая низкоквалифицированная. За кем-то горшки убирать, или что-то такое подобное. Что-то мыть там, ну, понимаете. И вот, если даже вы, допустим, нашли вот эту работу, а почему только такую работу, допустим, здесь? Во-первых, здесь очень, ну, наверное, как в любой стране, в принципе, ко всем этим вот приезжим, с плохим знанием языка, и даже вы приехали такой замечательный, там, допустим, у вас было высшее образование, куда вы его здесь примените, если вы не знаете английский в совершенстве, а в основном это так и происходит, куда вы примените свой этот английский? Никуда. Вам придется идти вот на самую-самую низкооплачиваемую вот эту вот ставочку, 7,50. Да еще, дай бог, что вы найдете эту работу, потому что сейчас, как выясняется, вот такие вот работы, подработочки, их можно найти только в крупных городах, где-то в Вилоч, или вот на нашем опять острове специфическом, закрытая территория, special area, ее так называют, попробуй найди, называется, работы практически нет, даже для самих местных, даже для молодых, а вот, в принципе, да вообще, не для кого работы трудно найти. Вот у нас тут работы, работы кипят, дорогу все улучшают, все перекрывают, в этом плане они молодцы, конечно, здесь все эти местные власти, они за этим очень следят, и в общем, конечно, вот такие вот, постоянно у них, такие передвижные бригады, работают очень быстро, оперативно, вот они ремонтируют сейчас какой-то кусочек дороги, потом на другое место поедут, все очень оперативно, вот у них тут, видите, все обозначено, поставлены светофоры, чтобы машины объезжали, все замечательно, но это опять отступление, едем дальше. Вот, кстати, по поводу вот этих рабочих, вот таких, которые кладут асфальт, на дороги ремонтируют, вот я, кстати, посмотрела, какая у них ставка часовая, у них ставка часовая от 11 до 18 фунтов в час, в общем-то, очень даже и неплохо, друзья, но продолжаю вам дальше рассказывать, сейчас отойду от этого шума. Так вот, the problem is, как они говорят, нюанс состоит в том, что вот они, эти работодатели, они в основном, конечно, частные, вы знаете, все эти компании, и они денежку умеют считать, и вот они, в принципе, никогда вам не дадут, если они вас берут на работу, они никогда не дадут вам полный рабочий день, или полную рабочую неделю, друзья мои, вот получается у них part time в основном, part time, то есть частичная занятость вот такая, то есть, если вы даже устроились, они вас будут использовать только тогда, когда вы им нужны, а в остальное время вы будете сидеть, посиживать без денежки, то есть чаще всего пишется так, что вот допустим, вот это вот минимальное, 7.50 в час, все замечательно, но они вам тут же оговаривают, что вы знаете, ну вот у нас работа для вас только по 3-4 часа в день, может быть 10 часов в неделю у вас наберется, может быть 12, хорошо, если в день, ой, в неделю 12 часов набирается, то есть, сами понимаете, что вы сразу, все ваши подсчеты летят, и вы будете, если вы 4 часа в день, допустим, работаете, и это еще хорошо, то получается, что у вас уже 600 фунтов будет, всего лишь навсего в месяц, да, а уже, значит, вот 7200 в год, то есть это получается, вы попадаете уже в категорию совсем малоимущих, потому что, как я говорила, ниже 6000 в год доход, уже начинает помогать государство, а здесь, друзья мои, таких, таких людей очень много, и вот, может быть, кто-то не знает, или даже не понимает, и считает, что на западе, в общем, все такие обеспеченные, все такие богатые, я не знаю, может быть, это было раньше, но вот сейчас, то, что я вижу, то, что я знаю сама, что у людей, в общем-то, вот такие вот, парт-тайм почти все, полный рабочий день найти не могут, вон, видите, какие клумбы у них интересные, вот летом здесь цветочки высаживают, суперски, так, о чем это, бишь, я говорила, немножко прошла и забыла, в общем, вы знаете, что я вам скажу, вот, я не хочу никого запугивать, и боюсь опять, может быть, кто-то начнет мне там гневно писать, что я не права, но я говорю, вот именно, как бы вам сказать, вот, если я рассказываю для наших людей, для русскоговорящих, вот, если кто-то, допустим, думает, что вот, приехал он там, как все сейчас, эти наши, все рванулись, богатенькие, в Англию, все тут прячутся, и все считают, что тут райская жизнь, ну, вы знаете, богатым оно везде хорошо, с деньгами, конечно, везде замечательно, а если вот вы, вот так вот приедете, что-то такое учиться, или, как-то сами там, я не знаю, приедете по какому-то другому поводу, то вам придется, это очень и очень сложно, очень туго, и при том еще, конечно, все зависит от возраста, чем моложе человек, который переезжает, тем, как вы понимаете, ему проще адаптироваться, проще выучить язык, и он знает, что у него впереди еще масса времени, он будет учиться, он будет свои дипломы, допустим, подтверждать, а все это надо сертифицировать здесь, все свои дипломы надо подтверждать, и это все тоже, опять же, очень сложно, ну, пожалуйста, welcome, как говорится, а я говорю, вот так вот, если вы приехали, и попали к окурвощи, допустим, да, вот так вот и будет, что будете искать какую-то работу, вот такую, part-time, и дай бог, если у вас будет зарплата 1200-1500 фунтов в месяц, и если мы умножаем на 80, на наши русские переводя, то это получается, в принципе, огромная, там 80 тысяч зарплата, да, скажем, о, боже, какая зарплата, можно жить припеваючи, но вы понимаете, что, опять же, цены в Англии, цены в России, это абсолютно разные вещи.